Вообще, я дальнобойщик с большим стажем, всю жизнь, можно сказать, катался по России, где только не побывал. Но так как автомобиль сломался, пришлось пойти работать в такси. В другие места, куда не совался, по возрасту не берут. В такси, пожалуйста, кого угодно, хоть коллегу возьмут. Трудись и трудись себе. Работаю сутки через трое, сутки через сутки по-разному, как здоровье позволяет. А в свободное время приезжаю сюда, потихоньку занимаюсь грузовиком. Ну, надо вкладываться, покупать аккумуляторы новые. Эти практически сдохли. Ну, вот я в последнюю поездку, у меня воздушная пробка образовалась после ремонта двигателя как раз. Когда я в больницу попал. Я приехал, завелся, ездил рейс, но выбило весь антифриз. Доехал на воде. Пришлось все на зиму слить. А это все копеечки стоит. Мне 80 литров антифриза надо, представляете? Друзья, моя мечта сегодня исполнилась. На канале наконец-то 100 тысяч подписчиков. Это первый такой серьезный рубеж. Спасибо всем, кто со мной с самого начала. Спасибо всем, кто подписывается на канал прямо сейчас. Я вас всех очень сильно люблю. И для сегодняшнего выпуска мне пришлось взять рекламу. Но я настолько вас уважаю, что даже к этому подхожу с умом и творчески. Обязательно посмотрите рекламу и напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Розовые розы. Все ветки соколовые. Розовые розовые. Света, ой, Игорь. У тебя там все в порядке, Андрей. Я захожу на счет 3. Три. А что тут происходит? Что за странные звуки издаются из твоей комнаты? А? Все нормально, пап. Я просто скачал себе на телефон игру Rise of Civilizations. Нет, я не понимаю. Но почему? Почему ты не играешь со своими друзьями на улице? Ты посмотри, какая погода. Да потому что в игре Rise of Civilizations безупречно детализированная карта мира, плюс трехмерная графика высочайшего качества. Там есть плавный переход от карты мира к детализированным видом на здание вашего города с зумом двумя пальцами. Идеальное решение для стратегического планирования последующих действий. Ну, хорошо. А кто командует всем этим парадом? Ну, кто-кто, бать? В игре можно выбрать Юлия, Цезарь, Цао Цао, Жанну Дарк и более 20 других исторических значимых лидеров со всего света. Способности героев, кстати, специально разработаны с учетом их исторических достижений. Одни герои лучше себя проявят в сборе ресурсов и выстраивании экономики. Другие будут незаменимы при масштабных военных действиях. Прикинь. Также можно выбрать одну из 11 цивилизаций. Можно управлять, кстати, развитием своего города. Ссылка на игру находится в описании, поэтому скачивай Rise of Civilizations и наслаждайся. Как вы помните, в прошлой серии шоу «Жизнь на прокачку» я подарил компьютер своему подписчику. Но, как оказалось, компьютер — это не самое главное. И сегодня, ребят, я хочу вам показать жизнь одного обычного, но очень интересного человека. Бак на улице. Пятерку надо подбросить маленько. В гараже холодно в этом помещении. Так вот натопишь — более-менее становится. А то вон за окном сосульки такие висят. Автобусы ходят до 10, чуть проковыряешься больше, и уже не уехать. Вот. Здесь спим. Здесь готовим пищу. Газовая плитка. Супчик гороховый. Вечером делать нечего. Придешь, перекусишь, чайку попьешь, телевизор посмотришь. Кое-что показывает. Сейчас посмотрим, что там вылезет. Там-то там такая, да потоплено, конечно. Вот здесь такая комнатушка. Склад небольшой. Запчасти всякие лежат. Но это все для грузовиков. Инструмент всякий у нас. Все, что надо есть. И для сварки, и для всего. Уже жить можно. С плечкой не пропадешь. Давай разжигаешь, углем топишь потом. Здесь хорошо, что коллектив хороший. Всегда можно какую-то вещь нужную или ненужную у кого-то найти. Друг другу помогаем. Станки есть, и токарные, и фрезеровочные, и какие угодно. И будет, а не будет, а не будет, а не будет. И будет, а не будет, а не будет, а не самим. Так что здесь работать, и именно ремонтом заниматься. Милое дело. Мне на прошлых съемках Филипп рассказал, что недавно вы лежали в больнице. Можно чуть подробнее, что тут происходило с вами рассказать? Вот документы, то, что мне в больнице дали. Снимки головного мозга. Направление на операцию. Результаты анализов различные. Направление в имени Алмазова. Обследование. Вот из Центра профилактики инсульта. Будем лечиться, что же делать-то? Сыны растить надо, работать надо. Грузовик ремонтировать надо. Но вначале здоровье поправить. Так что операцию делать надо, так как пляжками забиты сонные артерии. Можно договориться, чтобы бесплатно было, но обслуживание в больнице все равно надо платить за каждый день. Нахождение там. Я прикидывал, в больнице интересовался. Значит, получается, что в районе от 15 до 20 тысяч, смотря сколько времени, послеоперационный период будет продолжаться. Ну, не меньше двух недель. Это 100%. Сына жалко. Не дай бог, что со мной совсем парень один остаться может. Бабульке девятый десяток, уже на ладом дышит старушка. Но она, бывшую супругу, и надеяться не на что. Спелась где-то вообще, не вижу, не слышу, а не практически ничего. Так редко, редко, когда кто-нибудь скажет, что вроде жива. Поэтому сын может действительно один остаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не верю в своему носу. И в своему шапку тоже. Не разогрешь? Нет, нет. Ребят, девки вам такого-то. Друзья, я рад, что вы остаетесь со мной это продолжительное время. С вами был Александр Жучкин. Ваши мечты пишите в комментариях, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню следующую. Пока. Ну и съемка, теперь у нас совсем другая жизнь начнется. Здоровье поправим и машину починили. И опять дальнобойщиком станешь. Помнишь, как раньше летал? Вырос в машине у меня. Так что будет все тип-топ. Опять близко в Москве болтаться. И не ходить по девкам. Да, да, тоже любит кататься. Очень любит. Только дверь открывает, ну, она же на месте. Дальше. Ура. Так что. Ура. Ну, ура.